Всем привет! В эфире Матрица, первая в Центральной Азии, молодежная программа, рассказывающая об интернет-сервисах, гаджетах и людях, которые все это придумывают и используют. В студии Алена Цихоцкая. Ярда Утов. Смотрите сегодня в программе. Прямое включение из Лас-Вегаса с выставки HP Discover. Фархот Рахматов специально для программы Матрица. Работаем в интернете, живем в интернете и отдыхаем тоже в интернете. Андрей Киреев расскажет, как можно отдохнуть, не отходя от компьютера, и можно ли так отдыхать вообще. Вредные советы для пользы дела. Одной, даже гениальной идеи для успешного бизнеса мало. Секретами удачных стартапов с Матрицей поделились профессионалы. В США проходит конференция HP Discover. Эксперты в области IT обсуждают перспективы развития облачных технологий, будущее мобильных приложений, современные системы защиты персональных данных и многое другое. Организаторы заявили, что в этом году HP Discover собрала более 12 тысяч участников из 90 стран мира. Мы увидим последние разработки компании HP в области программного обеспечения, мобильных приложений, сетевых и облачных технологий и, конечно, последние модели компьютерной и офисной техники. Также в рамках HP Discover будут проведены семинары, круглые столы и презентации последних технологических и инновационных решений в IT-индустрии для малого и среднего бизнеса. Однако организаторы заявляют, что в этом году впервые HP Discover акцентируется не только на бизнесе, но и на простых потребителях IT-индустрии. Организаторы заявляют, что в этом году его особенность – повестки дня, где впервые речь пойдет о простых пользователях IT-индустрии. Обо всем этом подробно, оперативно и из первых уст мы расскажем вам на нашем сайте matrix-dpc.tv и на наших страницах в социальных сетях. Ален, что с тобой? Ты прямо уже вся светишься. Это потому, что я самая крутая. У меня все всегда получается. Вот все, за что бы я ни взялась, все всегда получится. Да ладно? Что, и прям стартап без проблем запустишь? Сказал, стартап в первую очередь. Уже столько у нас по этой теме сюжетов было, что я даже не знаю, как сделать так, чтобы не получилось. Очень интересно. А может быть, поспорим, что не сможешь? Да без проблем. Смотри. Я все знаю, все умею. Хочу создать свой стартап. Так, с чего начать? С обучения. Хотя зачем мне это обучение? У меня вон есть диплом экономиста. Так, где там мои лекции? Как писать программы? Стоп. Вас такому не учили. Видимо, все-таки придется получить дополнительное образование. Только где? В тех проектах, что через нас проходили, и в тех IT-компаниях, где я работал, и в Т-банках, мы можем выделить 3-4 вуза в Казахстане, которые, можно сказать, находятся на уровне. Это МУИД, Международный IT-университет. Как минимум, двух специалистов я уже взял в один из своих проектов. КБТУ. У нас есть один очень замечательный человек, его зовут Флотбэй Гаджиев. В каких бы вузах он ни работал, там везде поднимается уровень образования именно IT. Благодаря этому преподавателю в Казахстане появились такие популярные сервисы, как KIVIKZ, онлайн-кошелек, и известная блог-платформа YouVision. Фух, ладно, теперь буду учиться и получать диплом по специальности. Что мне надо сейчас? Сейчас мне нужен партнер, человек, который все знает и умеет. Ну, с этим проблем, я думаю, не будет. Возьму свою коллегу Аню. Алло. Ань, привет. Слушай, есть идея хорошая. Давайте создадим свой стартап. Ты как? О, стартап? Классно, слушай, это отличная идея, отличная. Только, блин, так, 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 подожди, у меня сегодня немецкий, а завтра я уезжаю на неделю в командировку. Ну, ты знаешь, ты пока начинай, начинай, а я потом приеду, и я подключусь к тебе, ладно? Понятно. Кажется, правильно говорят специалисты, коллег по работе, бывших однокурсников и одноклассников, партнеры лучше не брать. Практика показывает, что проекты, за которые взялись друзья, не живут больше года. За редким исключением. Ну, на самом деле, мы учились в Америке, мы уехали туда по программе «Болшак». То есть, там мы познакомились, в принципе, вместе учились, и когда вернулись в Казахстан, после небольшого перерыва, мы всегда, в принципе, хотели что-то начать. Вот, и вот пришла в голову идея, и поделились друг с другом, решили реализовывать. Теперь друзья Руслан и Гизат открыли свою курьерскую службу по городу Алматы и успешно работают. Так что выбирайте правильных партнеров. Вопрос только, где их искать? Ну, где-где? В интернете, наверное? Где еще можно найти интересных людей на IT-проект? Здравствуйте. Вы резюме собираете? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас опыт и какие ожидания по зарплате? Нет, опыт есть у меня. Небольшой опыт, но я очень талантливый, я очень быстро всему научусь. А по зарплате? Ну, по зарплате, я думаю, две с половиной тысячи долларов для начала будет нормально. А еще ожидания, мне нужен личный водитель, соцпакет, вот эта медицинская страховка и сотовая связь. Сотовая связь должна обязательно оплачиваться. Хорошо, спасибо большое, мы с вами свяжемся. Хорошо, только вот мой телефон, не забудьте позвонить. Нет, ну, явно неадекватный человек. В настоящий момент на рынке труда у нас преобладает неадекватность в основном в одна. То есть, первое, люди практически ничего не умеют, ничего не знают. Поэтому требования по зарплате почему-то очень высокие, то есть люди требуют такую зарплату, которую получают специалисты, которые обладают уже 2-3 года опыта работы. Кстати, сегодня такие неадекватные полуспециалисты, которые еще ничего не умеют, но хотят все и сразу. Серьезная проблема. Если наши студенты не поймут, что лучше немножко потерпеть на низких зарплатах, но получить некий базовый уровень и потом расти, чем ему сразу дадут эту тысячу, и он просто в этом балласте, в болоте, в этом банке, он просто там так и остановится, он не будет развиваться. На профессиональных тусовках можно получить дополнительные знания и советы от профессионалов, найти партнеров или работников, а если повезет, даже инвесторов. Так, выставки. Где же мне найти список мероприятий, которые будут? Хотя что это я? У нас на сайте же есть календарь событий. Срочно на matrix.diffis.ca.tv Кстати, на IT-выставке iMix 2013 мне посоветовали один очень хороший сервис по поиску работы или работников. Называется он Proofy Friends. Proofy Friends – это сервис, это мобильное приложение в трех самых известных соцсетях – Facebook, ВКонтакте, ВОДНОКЛАССНИКИ. Суть очень проста. Компания размещает вакансию и размещает вознаграждение, которое будет платиться тому, кто будет рекомендовать. Рекомендуете вы обычного хорошего знакомого, друга или родственника. То есть, если он устраивается на работу, вы получаете озвученное вознаграждение. То есть, помимо того, что на этом сайте можно искать работу для себя, можно еще и зарабатывать деньги на талантливых родственниках и друзьях. В общем, я поняла. Прежде чем начинать такое сложное дело, как стартап, нужно учиться, учиться и еще раз учиться. С одной самоуверенностью и без знаний далеко не уйдешь. Так, кажется, мне нужен отдых. Что, в отпуск собралась? Куда поедешь? В интернет. И не поеду, а пойду. Понял, как-то поподробнее можно? Даник, ну а что тут непонятного? Понимаешь, теперь человеку для того, чтобы отдохнуть, совершенно не обязательно куда-то ехать. Особенно если работы много, можно спокойно отдохнуть и в интернете. Ну да, и как же это интересно. Можно как-нибудь еще поподробнее? А еще подробнее в сюжете Андрея Киреева. Я устал. Сил даже на отдых нет. Поговаривают, что можно отдохнуть в интернете. Самый распространенный вид отдыха – это соцсети, скорее всего, и просмотры кинофильмов. Также скачивание музыки. Многие слушают, допустим, радио. Тоже одно из увлечений. Ну посмотрим, что за отдых в соцсетях. Старых товарищей можно найти – хорошо. С новыми людьми подружиться – тоже неплохо. О, с людьми в других странах можно общаться. Пусть расскажут, что у них там происходит. В общем, в соцсети просто ради любителей пообщаться. Но времени они отнимают очень много. Как вариант, можно посмотреть хороший красочный фильм с любимыми актерами. Ну, во-первых, в интернете фильмы удобно смотреть в плане того, что можно найти практически любой фильм. Хорошо. Посмотрю фильмы в интернете. Ресурсов действительно много. Но самый примечательный – кинопод.ру. Тут и классика, и новинки. Только у новинок качества далеко не HD. Но сначала почитаю отзывы, чтобы понять, стоит ли вообще смотреть фильм. Ладно. Три, два, один. Просмотр. Лучше послушаю я музыку. В интернете есть все, что хочешь. Например, есть одно релаксирующее онлайн-радио – relaxfm.ru. Здесь именно те мелодии, которые расслабляют и повышают концентрацию и работоспособность. Нет. Музыку я и так слушаю. Мне что-то поактивнее нужно. Даю тебе возможность отдохнуть. Ты думаешь, что ты не напрягаешься, ты просто расслабляешься и играешь, не задумываясь ни о чем. Но при этом у тебя мозги работают в раз в 10 больше, чем просто в жизни. Поиграть, что ли? Так. Но однозначный плюс онлайн-игр – это то, что играю с реальными людьми. Это гораздо интереснее, чем с компьютером. Наверное, побуду героем и буду уничтожить орды врагов. Вот, например, drakensung.com. Все возможности для удовлетворения азарта битвы. И врагов много, да и вообще графика классная. Игры – это здорово, но муторно и однообразно. Было бы что-то, что мозги развивает. Книги развивают человека в плане того, что ты читаешь, ты узнаешь новые слова, новую информацию. Ну, конечно, все зависит немного от жанра, но по крайней мере. Библиотек в интернете много. Но самый удобный, на мой взгляд, и readinglib.org. Здесь множество бесплатных книг любых жанров. Я скачиваю книгу в электронном виде и читаю ее с экрана монитора. Ну, или закачиваю на букриды или телефон, а потом читаю. Ой, что-то прямо вся спина затекла. Да как на полноценный отдых это тоже не совсем тянет. Хочется путешествий, другие города, страны посмотреть. Ну, через интернет, конечно, можно, скажем так, попутешествовать вообще по миру. То есть всякие эмуляторы созданы, 3D, те же самые. То есть надев очки, окунуться в другую страну, в другой город, походить к музеям. Есть много ресурсов, на которых можно увидеть красивейшие места на Земле. Самая большая подборка на сайте geocamp.ru. Там и Европа, и Азия, и Африка, и даже Антарктида есть. Благодаря веб-камерам, настроенным в режиме онлайн, появляется эффект присутствия. Пока я виртуально путешествовал, все разъехались. Что-то не отдохнуло я в интернете. Можно попробовать найти варианты отдыха с помощью интернета. Оказывается, столько возможностей горящих туров. OnlineTours.com вообще клондайк. И шенгенскую визу через него сделаю, и тур горячий выберу, и даже отель закажу. А можно вообще автостопом поехать. И попутчиков среди друзей в соцсетях найти. А перед тем, как отправляться в путешествие, прочту-ка я отзывы в интернете. Вот на сайте avipetravel.ru есть разные полезные советы для путешественников. Например, как сэкономить и правильно подобрать попутчиков. Это, конечно, классно, но дорого, далеко и долго. А вот на пару дней на природу было бы супер. Хорошо, что есть так много любителей активного отдыха. В интернете много локальных сайтов и форумов, на которых они общаются. И скалолазы, и джиперы, и рафтеры. Просто договариваюсь и еду на выходные. Ведь нет ничего лучше отдыха на природе. Да, все-таки несмотря на неограниченные возможности интернета, реальный отдых он заменить не может. Это только видимость отдыха. А вот с помощью интернета отдохнуть можно. И неплохо, кстати. Так, сегодня Лувр, завтра Эрмитаж, а послезавтра... Таник, я не поняла. Ты что, приобщаешься к искусству? Ну да, решил посетить все великие музеи. Ну так у тебя все равно ничего не получится так быстро. Сегодня Париж, завтра Питер, а послезавтра что, в Австралию, что ли, поедешь? Да зачем куда-то ехать? Можно же просто воспользоваться специальным сервисом от Google. Google Art Project — это сайт, позволяющий пользователям проводить виртуальные туры по музеям и художественным галереям. В Google Art можно увидеть более 35 тысяч произведений искусства. Наряду с экспонатами художественных музеев на сайте публикуются панорамные съемки из залов музеев. Так что, вот так вот. Хочешь со мной? В следующий раз обязательно. А сейчас мы с тобой будем путешествовать по сайтам в нашей постоянной рубрике «Найдено в сети». Первый принтер, изобретенный Чарльзом Бэбиджем, автором знаменитой счетной машины, так и не был собран. Лишь 150 лет спустя, по чертежам изобретателя, его восстановили в Музее наук Лондона. Этот принтер весил 2,5 тонны и состоял из 4 тысяч частей. Конструкция была настолько сложна, что на сборку аппарата ушло целых 10 лет. Что еще интересного мы нашли в интернете, смотрите в нашей рубрике «Найдено в сети». Ни одна страна в мире не может существовать без истории. Именно поэтому был создан проект «Кыргызский фотоархив». Если вам интересна не только фотоистория Кыргызстана, но и Центрально-Азиатского региона в целом, обязательно зайдите на сайт foto.kg. Здесь собраны уникальные документы, сохранившиеся с 1800-го по 2000-е годы, исторические карты, оцифрованные книги и, конечно же, фотоснимки. Чтобы найти фотографии по теме, достаточно ввести в форму поиска ключевое слово. Сегодня, когда без интернета представить жизнь трудно, практически в любой сфере необходимы хотя бы первичные навыки программирования. Но не пугайтесь, научиться понимать язык машин совсем не так сложно, как кажется. Воспользуйтесь сервисом kodakademy.com. Приветливый робот на русском языке будет задавать вам простые и понятные вопросы, походу рассказывая, какими символами они обозначаются в программировании. Вы даже не заметите, как значки и сложные коды станут для вас простыми и понятными. На сайте giveawayoftheday.com можно бесплатно, а главное, абсолютно законно, скачать целый ряд компьютерных программ для самых разных видов деятельности. Здесь есть антивирусные программы, конвертеры, программы для дизайнеров и обычных пользователей. Каждый день разработчики сайта выкладывают одну новую программу, доступную для скачивания ограниченное время. Следите за обновлениями! westudy.in – сервис для тех, кто учится за рубежом. На сайте работает детальный поиск по странам, специальностям и продолжительности обучения. Собраны советы и рекомендации тех, кто уже имеет опыт переезда в другую страну. Даны пошаговые инструкции по поступлению в зарубежные школы, колледжи и вузы. Подробно описываются сложности, с которыми каждый студент может столкнуться. А если вы чего-то не нашли и хотите получить более подробную консультацию, здесь же можно обратиться к экспертам. Если вы тоже знаете интересный сайт, то можете поделиться с нами, отправив его нам на почту. matrix.internews.kz У нас на этом все. Если что-то не поняли или не записали, ищите на сайте matrix.deficia.tv Новый выпуск программы ровно через неделю. С вами был Даньяр Даутов и Алена Цихоцкая. Пока! Детям в интернете не место. А Матрица так не считает. Алена Цихоцкая познакомилась с юной звездочкой Ютуба. Вилана играет в куклы, снимает видеообзоры и помогает родителям зарабатывать деньги. Зонт или валенки, солнечные очки или теплый шарф. Погоду за окном и в любой точке света сообщают мобильные приложения. В их видах разбиралась Яна Пучкова. GPS для всех и каждого. Космические технологии следят за нужным автобусом и оповещают, когда он будет на вашей остановке. А еще Матрица расскажет, как можно узнать, где гуляет ваше чадо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok